Доброе утро! Привет, Владимир! Привет! Слушай, ну я начну с самого главного. Я знаю, что не так давно iTunes опубликовал рейтинг тех артистов, которые будут влиять на музыку в 2014 году. И ты в этот рейтинг вошел. Да, собираюсь повлиять на музыку в 2014 году, 100%. Как ты собираешься на меня влиять, расскажи. Ну, начнем с того, что я в принципе делаю не то, что можно делать, и не то, что нужно делать. И как бы это уже много в нашей стране. Плюс у нас достаточно ресурсов, всех своих ресурсов и по видео, и по музыке. В частности, у нас своя студия звукозаписи, и как бы никто никому ничего не должен, и все классно, мы делаем просто музыку, которая нам нравится. Поэтому таким образом... Ну, я так поняла, что ты уже готов к тому, что некоторые из своих видеоработ не будут брать на экраны, потому что я знаю, что у тебя есть видео. Я его видела в YouTube. Ну, я просто... Работу сейчас крутят в России, да, то есть и MTV, и дай бог сейчас начнем крутить Муз-ТВ. Поэтому суть в том, что, скажем, как раз с работами, видеоработами все гораздо проще. Потому что, скажем, музыкальный формат в нашей стране устаканился, но видеоформат, на мой взгляд, имеет какой-то более широкий диапазон. Поэтому туда втиснуться мы сможем, и очень надеюсь, что как раз клипы будут показывать. Возможно, радиостанциям будет трудно, потому что там Бла-Бла, Сергей Звеев, и тут я с каким-то своим ритмом-блюзом 70-х годов, ну, как бы, типа, штаб. Поэтому я все понимаю, все классно. Ну, а как ты думаешь, ну, на какую ты аудиторию все-таки ориентируешься? Ты хочешь больше там, чтобы тебя слышали здесь? Может быть, вообще на Западе? Там это где? В России, здесь. Ну, если говорить по поводу аудитории, я могу сказать, что в нашей стране очень большое количество людей слушает музыку иностранную. Они все знают, где можно найти, скачать, передать, и т.д. и т.п. Особенно ВКонтакте, в Фейсбук, и т.д. и т.п. Поэтому я вообще не переживаю по этому поводу. Единственное, по поводу чего я думаю, что я просидел над альбомом, просидел над музыкой очень долго, безвылазно. То есть я просто не из тех людей, кто любит выходить, и говорит, здравствуйте, здравствуйте, вот-вот-вот завтра я спешу новую песню, а вот альбом выйдет вот через год. Нет, я сидел, я работал, я делал музыку, и вот сейчас вот только я вышел, как бы, свет сказать о том, что я закончил. Мы можем поговорить о музыке, можем поговорить о альбоме. И теперь покажешь свою правду, потому что альбом называется «Правда». Да, альбом называется «Правда», и в первую очередь, потому что как раз вот многие люди в последнее время понимают, что правда у каждого своя, скажем, она под каким-то определенным углом у каждого, да, то есть в меру там своей жизни, в меру того, где ты, в чем ты, с кем ты, что немаловажно. Поэтому это мой вариант «Правды», это моими глазами, это моя жизнь в частности, и за основу этого всего альбома легла именно моя жизнь. То есть, скажем, в моей жизни произошел переломный момент около там трех лет назад, потому что до этого у меня тоже были там видеоработы, и, правда, там с моим другом, и потом в определенный момент я понял, что нужно писать песни не про то, что люди хотят слышать, а про то, что реально происходит в твоей жизни, потому что это вес, это и есть правда. Знаете, я очень люблю разговаривать с авторами, людьми, которые сами рождают свои песни, тексты, музыку. Как у тебя они рождаются? Как это происходит? Я понимаю, что это очень секретный процесс. Как урождена рождается. Как урождена рождается, да. Но вот все-таки, знаешь, когда к тебе приходит эта музыка? Где она тебя застала в самом необычном месте? Значит, будем говорить о том, что люди знают хоть как-то, например, песню «Знаешь». Ну, конкретный вот момент того, что там, не знаю, я начинаю заводить какие-то отношения с девушкой, и в определенный момент просто типа «Чик», мне звонит мой друг, и, ну, при том, что все класс, все супер, и говорит, что она просто со своим бывшим парнем, не знаю, там, вот там вот. А она там сказала, что она спит, ну, образно, да. И, ну, тут просто уже, ну, все, как бы, тут два варианта. Либо ехать бить морду, либо написать песню. То есть ты выбираешь песню, я поняла. Да, поэтому, ну, ну, как, ну, то есть я просто, если она есть внутри, если у тебя есть свое мнение, если тебе есть что сказать, вот так пишутся песни. И Дилан говорил о том, что лучшая песня приходит сама по себе, и вот это оно. Про себя я могу сказать, что все зависит от того, какой период у тебя в жизни. Если ты счастлив, если тебе суперкомфортно, вот именно в этот момент труднее всего что-то написать. Потому что, скажем, человеку всегда, ну, не знаю, тот же Джек Уайт говорит, о том, что человеку нужна какая-то проблема, чтобы он ее решал постоянно. То есть и в музыке, и во всем, вот в звуке. То есть тебя сковывают, ты вырываешься. Я не пишу, ну, я меньше пишу песни о том, что я делаю, и больше пишу песни о том, что я чувствую. Ну, то есть вот так вот. Но я так понимаю, твой альбом уже в сети, его можно послушать. Расскажи, какой? Я думаю, ну, как бы все понимают, что на сегодняшний момент самый серьезный музыкальный магазин, который существует в мире, это и есть iTunes. Поэтому, увы, у них есть право показать мой альбом первым. И те люди, которым не будет жалко, там, не знаю, этих денег, хотя, скажу честно, я музыкант, и я очень редко покупаю какие-то звуковые дорожки. То есть ты все-таки качаешь? Я все-таки просто 70-е годы в основном слушаю, потому что во избежание того, чтобы люди говорили мне, ой-ой-ой, по-моему, я это слышал позавчера по радио. Но суть именно в том, что все черпают оттуда. Если ты хочешь делать музыку а-ля там, как, не знаю, там, любые современные рокеры, ты просто копни туда, когда они были маленькие, когда они были молодые, послушай, что они слушали. Вот и все, если говорить таким образом. Но ты же пишешь песни не только для себя. То есть у тебя есть артисты, которым ты пишешь песни. Я знаю, что это Ева Бушминад, потому что она неоднократно здесь была и рассказывала, что ты отвечаешь за ее музыку. Кто это еще? Это Юлия Нельсон. На сегодняшний момент я, ну, я подчеркиваю такую ситуацию, что я очень сильно выкладываюсь в людей, в музыку людей, с которыми я работаю, для того, чтобы она слушалась максимально от них, максимально. То есть у меня есть навык создания, но я максимально черпаю из них то, что они хотели бы сказать, но не могут посредством того, что они учились чему-то другому. Но это их история? Это их история. То есть это их история? Рассказана это бой просто? Она не рассказана мной, она рассказана в итоге ими. Я хочу, конечно, чтобы Вова тоже что-то немножко поделал, поэтому давайте вы, наверное, сыграете свою песню. Да? Я так понимаю, эта песня снова альбом «Правда». Поехали. Не стоит брать, не стоит брать на крючок. Я слышу город, слышу, что он несёт, он говорит, что срочно нужно всё успеть. Дома дрожат, дома застыли. Дай мне то, что я хочу. Скажи, скажи, скажи мне, кто твой друг, и я узнаю, кто ты. Скажи, скажи, скажи мне, кто твой друг, кто твой друг. Скажи, 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 скажи мне, кто твой друг, и я узнаю, кто ты. Скажи, скажи, скажи мне, кто твой друг, кто твой друг. Ошибки, пробы, люди счастье, жизнь не всегда прекрасна, но нужно верить, нужно быть смелее. Мы жаждем время, мы жаждем власти, мы тащим грех, когда нам очень страшно. И тут уж важно, кто с тобой. Скажи, скажи, скажи мне, кто твой друг, и я узнаю, кто ты. Скажи, скажи, скажи мне, кто твой друг Кто твой друг Скажи, скажи, скажи мне, кто твой друг И я узнаю, это ты Скажи, скажи, скажи мне, кто твой друг Кто твой друг «Ха-ха-ха-ха-ха» Кто твой друг? Скажи, 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 кто твой друг, кто твой друг Скажи, кто твой друг Спасибо вам огромное! Спасибо вам огромное! Кто будет? Ну, что я могу сказать, будет моя команда, и Вова там будет, и будут остальные музыканты, которые играют со мной, которые там принимали участие в записи и т.д. и т.п. Там будет новый парень, с которым я познакомился совсем недавно, и я очень хотел, чтобы он сыграл с нами на концерте Он будет играть или он будет петь с тобой вместе? Нет, он будет играть, он будет играть, он гитарист, раньше он играл с Джамалой, и я думаю, что я не буду там сильно рассказывать дальше и т.д. и т.п. Но все должно быть, самое важное, что должно быть все очень трушно, ну, т.е. там не будет из разряда, типа, ну, я не знаю, я не приду никого там супер удивлять То есть это не из разряда, дайте нам шоу, дайте нам, дайте нам какого-то, не знаю, зрелища, рожденный, сними штаны, нет И я просто постараюсь поделиться тем, что у меня внутри, и максимально раскрыться, потому что я давно не общался со своей публикой, потому что я писал, я думал, я... Ну, т.е. я вкладывался именно в музыкальный продукт, и сейчас, скажем, этот концерт, это вот для меня это какая-то черточка, типа, вот теперь ты можешь успокоиться, вот теперь вот есть люди, и тебе просто нужен коннект с ними, да, какая-то связь То есть то, что ты можешь разделить, поделиться, показать, наконец Да, поэтому я всех очень жду, и я считаю, что в такой момент нужно просто, даже если вам нравится мое творчество, но у вас что-то там не получается, отложите это, не знаю, на субботу, там, на воскресенье, приходите, спасибо Очень хорошее приглашение, мне кажется, не стоит это пропустить, по крайней мере, вы вот познакомитесь с рожденным, увидите его сблизи, почувствуете его энергетику Мне сегодня это удалось и посчастливилось, спасибо большое, что сегодня просыпался вместе с нами Спасибо, спасибо тебе Спасибо, спасибо, хорошего вам центра концерта Держитесь, пока Спасибо Пока Морген продолжается, да, оставайтесь вместе с нами Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok